Сидит вот здесь, в уголочке. Вы, наверное, заметили, у него всего лишь один глазик. А пережила снижка в локаде глинецрада. Узла матушка за хлебушком и оставила своего снижку одного, пока тот спал. Пока ее не было, случилась большая гида, дом задел осколок бомбы. Вернулась матушка, полдома нету, вся стена разрушена. И стоит одна кроватка, а в кроватке лежит снижка, который крепко-крепко обнимает этого самого медвежонка. Так и прожил этот медвежонок со своим хозяином и служим ему талисманом. Причем история основана на реальных событиях. Потихонечку мы с вами шагаем дальше. Витрина ретро-медведей. Абсолютно все вспомнили, узнали героев своего детства. Возможно, кто-то даже у нас и прослезится. Ну а сам узнаваемый для всех кто? Наш советский Винни-Пух, да, в голове у которого опилки. Вот именно опилками, соломой, стружкой набивали вот таких самых первых мягких медведей. Самые первые заводные мишки. Заводились они чем? Ключиком. Да, заведешь такого медвежонка, мед из бочонка пил и на балалайке играл. Балайка у второго медведя не дожила до наших дней. Как-никак в 30-е годы сломалась. Ну а теперь посмотрим на нашего императора во всей своей деревянной красе, во всех козах. Секеру империю охраняет, ну а пасть открыл, силу и мощь показывает. И вы, наверное, заметили, что в нашем зале императорском имеется небольшая коллекция старинных бутылочек. Вот она, витрина для взрослых. У Зверновской бутылки одна лапка прижата к груди. А вот у Бехмана имеется медаль. Раньше на Руси в Петровские времена такими медалями награждались самые горькие пьяницы. Заставляли их носить у себя на шее, чтобы они могли почувствовать, каково их паутное пристрастие. Весила вот такая маленькая медаль 7-8 килограмм. Так что, товарищи, задумайтесь. Тяжеловато было пьяницам носить такую тяжелую медаль у себя на шее. Мы с вами сейчас посмотрели наш императорский зал. Сейчас все дружно поднимаемся на этаж выше. Время нам будет с мышами-рыцарями. И на приобретение наших кувениров у вас будет немножечко попозже.